В прошлые сутки температура среднесуточная была минус 10,6. По факту температура подачи 94,8, обратно 53,6. Расход 1985 кубов в час. На 7 часов утра было 2004 кубов в час. Значит, видно, что даже при таких низких температурах с утра потребители поджимаются. Подпитка 16,5 тонн. Работают две турбины. Одна 11,6 мегаватт, вторая 11 мегаватт. В все эти дни, когда была низкая температура, был включен в работу еще один дополнительно котен. Сейчас работают у нас три котла, два больших, один малый. 36 тонн, 59,72 тонны пара в час. Значит, каких-либо за все эти дни эффектов и жалоб не было. Все идет в графике и в режиме. Значит, что касается прогнозов, то, в принципе, сегодня-завтра еще температуры в ночное время ниже минус 10, но с 14 числа два дня будет в дневное время плюсы, плюс 1, плюс 4, но потом с 18 числа опускается опять ниже минус 10 до 28. Какие у вас в последнее время были утечки? Как разрешилась ситуация по лестничке 4,6? И есть ли еще где-то на сегодняшний день затопленные теплокамеры, либо на теплокамерах? Ну, лестничка 4,6, не знаю, как решилась, но вчера воду там видно сделал, водопровод или что-то нашли, там устранили, воды сейчас в камере нет там. Нет. Мы откачали воду там нету. Утечек за все эти праздники была у нас одна, разморозился один дренаж. Дренаж был из копкого чугуна на 16 атмосфер, но при низких температурах он разморозился. Там в течение получаса мы быстро устранили, не было, не чувствовалось отключения. Так, больше ничего нет. Хорошо, понял, спасибо. Уборка снега и гололеда на проезжей части, это есть ответственная организация. Но вот допустим конкретно, сейчас с утра, тот процесс, который уже начался на перекрестке 21 августа и Штефан Чалмай, тот процесс, который проходит около, на колодцах, около ворот нашего воинской части. Образование наледей вокруг колодцев и на теплокадах. Куда ли кто-то там под дон, не будут дорожники видовать. Это ваши издержки, это ваши утечки и это ваше ответственность. И теперь вот, чтобы, как вы себе представляете, или как могло так получиться, что на протяжении пяти дней на участке, где осень, с таким трудом, на последний момент мы уложили эту парню плит, я имею в виду то Штефан Чалмари 6, групп 3, то место, откуда отправляются те микробусы на Кишинев, уложенная плитка и пять дней по ней течет. Жидкость, никто не интересуется, перекидывается друг с друга, и только после того, как уже отсюда мы с Кимареей стали давать команды, в течение трех часов оно спокойненько было ликвидировано. Термо, водоканал, Глорин, на своих сетях все образования на линии, все устраняете вы, посыпаете и отдельно, обращаясь теперь уже в контексте этого вопроса к водоканалу и Глорин. Если вы видите, что незначительная утечка, и она летом, она незначительная, просто, то зимой это все обрастает, нарастает и становится препятствием. Поэтому на проезжих частях, всех улиц, главных, второстепенных, только на проезжих частях попадает что-то, его нужно моментально снимать, чтобы не допускать намерзать. Утечка, Вячеславович, утечки на 31 августа нету, и видно по подпитке, которая есть. И, наверное, дорожники отвечают за дорожное покрытие, и этот наледь образуется от разницы температуры, а нет утечки. Ну тогда, скажите, пожалуйста, а где ваш технотехнический расчет того разнообразования? Там есть потери, раз образовывается этот наледь. Ну люк-то есть люк. Ну и не будет трейдер бегать по всему городу, искать, где на ваших сетях образовались наледь. Хорошо. Вчера, 31 августа, возле типографии, обратил внимание наледь. Открыл люк, там водопровод. Она у нее откуда там температура? Разница температур, но не отвечает сети держать. Тепочка была по 31 августа? Не было там утечки. Не было там утечки. А что текло вдоль бордюра тоже в течение середины? Перевоза. А 31 августа? Да, около войской части тепло. И тепло по 31 августа около банка. Там не известили. Пока вы понедельник вас не известили. По термогазу работает все в штатном режиме. Значит, за эти дни у нас были 4 обращения. Выехали вместе с ЖКХ. Проверили. Значит, везде было свыше 19-19,5 градусов квартиры. Но там есть 3 секции, 2 секции на кухне. Окно не открывается. Вот такие. Мы держали параметры в соответствии с нормой. У нас было 80-82 на 57. Значит, это наш температурный график. В принципе, проблем не было. У нас были проблемы с объектами, которые мы обслуживаем. Значит, я бы попросил, чтобы мы где-то занесли в протокол. В следующий год все эти наши центры, которые социальные центры, чтобы они выполнили какие-то мероприятия по подготовке к земле. Что касается внутрянки. Значит, мы обслуживаем котлы и газовые сети. Но проблемы были во внутрянке. Ушла вода. Значит, что касается на друму с приказов. Значит, ушла вода. Никто там не смотрит. Насос в холостую. Сгорел насос. Приходилось в 5 часов вечера попросить в магазин, чтобы открылись. И взять и восстановить, потому что ночью минус 19. Также на социум. То же самое. Ой, у нас хотел восстановиться. Приходим, воды нет в системе. Летом нужно делать какую-то опрессовку. Нужно делать никаких... Нам, у нас нет финансирования. У нас нет финансирования. Значит, нужно продумать, то что есть у них еще такой шаг. Пока Бонсгаз не дает им газ, они бегут к нам за технической обслуживанием. До Нового года, после Нового года, до свидания. Они не ходят. Сами по себе. Потом, в конце хотят за то, что отвечаешь за котел, делать им все. Не пройдет просто один день, можем проснуться и нечего-то выделить. Что касается вопроса по утечек. У нас было в декабре 2 вытечки на Крылово. Вот те работы, которые вы выполнили по ремонту котла, все закончилось благополучно. И отопительный период... Значит... Вы это отопительный период тот котел, который вы отомнили, задействовали? Мы работаем обоими котлами, но не на максимальную нагрузку. Когда было в минус 20, тогда они работали, можно сказать, на пределах. И котел это... Все в рабочем состоянии. И все хорошо. Морозы, которые были, являются... И отсутствие аварийных ситуаций, и нареканий со стороны населения, являются подтверждением достоверности представленной этой информации. И в таком случае можно сказать спасибо, что вы счастью выдержали этот холод.